Безостая стулька В Печенокопском районе И в принципе, наверное, в радиусе 100 километров Мы одни из первых начали выращивать чечевицу И отказались в пользу этой культуры От гороха, от бобовых, в принципе, вообще По рентабельности данная культура выходит, я скажу, на протяжении трех лет Мониторим также, хоть и отказались от гороха, но мониторим рынки Она в два раза рентабельнее гороха Но как предшественник ничуть не хуже Тут также присутствуют клубеньковые бактерии, которые насыщают почву азотом По технологии обработки данная культура Опять же, почему она рентабельнее? Она до боли проста в технологии Самое главное, это выровненность почвы Но опять же, не для того, чтобы культура как-то себя хорошо чувствовала Это вам поможет в уборке, в уборочной среде Потому что, как вы видите, по росту она невысока Ее потенциал это 50 сантиметров Хороший дождик, вот был дождик, он ее немножко положил Сейчас здесь, ну я скажу на вскидку, сантиметров 35-40 Убирали в прошлом году Погода была намного хуже В прошлом году убирали, она была еще ниже Но тем не менее, мы собрали весь урожай По реализации данной культуры Ну, я сказал, что она рентабельнее гороха Ну, если прийти к цифрам Горох сейчас стоит 14 рублей, по-моему, если не ошибаюсь Ну, с места дают, без НДС Чечевица от 33 на сегодня начинается Цена реализации По урожайности В прошлом году горох дал урожайность Средним по району 20-23 центнера Чечевица 15 центнеров Прошлый год был неблагоприятный И для этой культуры, и для гороха Этот год Я не хочу загадывать, но мне кажется, в районе 20 мы соберем Но горох тоже стоит неплохой Вопрос, что с ценой С реализацией данной культуры Скажем так Проблем нет Потому что она экспортируется в дружественные страны Преимущественно Ее любят турки, Иран, Арабские Эмираты И туда она и едет Мы не только своим клиентам, но и в принципе нашим коллегам Сельхозтоваропроизводителям, кто обращается за помощью Предоставляем базу наработанных контактов Экспортеров, либо же переработчиков У нас ближайшие два переработчика Это город Зерноград ПКФ Маяк И он же и оригинатор сорта Мы покупаем у них суперэлиту для дальнейшего размножения Второй переработчик В этом году мы первый год сработали Находится в Адыгее Самовывозом они приехали, забрали у меня Крайнюю партию товарной чечевицы По 43 рубля в НДС Это где-то месяц назад Цена реализации хорошая Мы прекрасно понимаем, что на все культуры Цена сейчас просела Особенно на, наверное, основную культуру Это пшеница Ну как есть В пиковый период до спецоперации Я ее продавал по 60 Сейчас 43 максимум Ну действительно такая картина по данным Райнирована по Северному Кавказу на сегодняшний день Мы реализовывали семена Несмотря на то, что люди не получат субсидию Но они считают экономику И пренебрегли субсидией Все равно купили Пенза Оренбург Новосибирск Белгородская область Это то, что не райнировано Но все равно люди сели И получали И получают хорошее урожае Мне очень понравился отзыв Клиента с Пензенской области Он рассматривал для посева Причем у него такой серьезный опыт Он посеял 200 гектар Нашей чечевицы 200 гектар Сорт Редклиф И 200 гектар Извиняюсь Не вылетело из головы Тоже красная чечевица Другого сорта Я спросил Ну, по-честному Редклиф Это импортно Это, по-моему, канадские семена Если не ошибаюсь Я у него спросил Объективно Что нравится Вот сейчас На данном этапе Он говорит Мне больше понравилась Ваша На данном этапе Потому что Она Разветвилась На 5 веточек Все другие сорта Разветвились На 3 веточки Ну, собственно говоря Потенциал Урожайности Должен быть больше Я Вот в этом году В этом году Мы пока не знаем Какая у него будет урожайность Я Коллеги Вот, честно говоря Старался В раздаточном материале Брошюрки вам дал На табличках Где указано Наименование Нашего хозяйства Какие-то Вывески Везде есть QR-коды Мы люди Все современные Ну, наверняка Смартфон есть Телеграм-каналы Есть Телеграмом Пользоваться умеем Я в телеграм-канале Выкладываю результаты По опытам Какие обработки Мы делали Какие подкормки Делали В этом году Мы заложили Опыты На трех культурах Это чечевица Подсолнечник И пшеница Были представлены 6 производителей Химии Они позже Расскажут о своих препаратах Но Сейчас мы можем Просто наблюдать Мы разницы не увидим Визуально Вот о чем я хотел сказать В телеграм-канале Я буду Выкладывать Результаты Этих опытов Качество Урожайность Что понравилось Что не понравилось Я независимый Мне за это Никто не проплачивает Я Ну, просто Вещаю в массы Откровенно Ну, как есть Это честно Такого нет Такого нет Такого нет Это сорт Ахмат Многие его уже знают Многие о нем Слышали Кто-то пробовал Выращивал Сорт Районирован У нас не только В северокавказском регионе Но еще и в нижнем Волжском регионе Что касается Преимуществ Этого сорта И вообще Характеристики Сорт По потенциалу Урожайности Очень высокий Районирован С 2020 года То есть Два года Стабильненько Он у нас уже В производстве Высевается По высоте растений Сорт вообще Полукарликовый Но в этом году Я вот смотрю Он поднабрал высоты Потому что Погодно-климатические условия Сложились так Что Пшеничка И биомассы Поднабрала Потому что Весна была У нас и дождливая И температуры воздуха У нас были Не столь уж Высокие Вообще Полукарлик По высоте растений То есть До 90 сантиметров У него высота По степени созревания Сорт среднеспелый Будем сравнивать С нашим Известным сортом Стандартом Это сортом Гром Кстати В генотипе Этого сорта Ахмат Также гром заложен По степени созревания Как я вам уже сказала Сорт среднеспелый Формирует зерно Высокого качества По Госфордокомиссии Определен К сильным пшеницам Сорт По морозостойкости Выше среднего То есть Уровень грома И даже Несколько выше Рекомендуется Сорт Конечно Для лучших Предшественников По фузариозу Средневосприимчив Но если есть Возможность То лучше Конечно же Избежать Потому что Сорт предназначен Для лучших Предшественников Сорт предназначен Для того Чтобы он сыпал То есть Чтобы реализовать Потенциал урожайности Нужен нам Высокий агрофон И лучшие Предшественники Норма высева Начинается У этого сорта Рекомендованно От 3,5 миллионов Схожих семян на гектар Сорт не любит загущение Сорт относится К сильно густящимся Сортам То есть Здесь мы получаем Должны Грубо говоря Получить К уборке 800-1000 колосьев Чтобы реализовать Его потенциал Поэтому Загущая культуру И в частности Этот сорт Мы лишь будем Снижать урожайность Потому что Конкуренция будет Да Сорт Будет сам себя Скажем так Угнетать Поэтому И урожайность У нас может Снизиться По Листовым болезням Средневосприимчив Перинафори И септориозу Но в основном Септориоз Можно снять В ранние его фазы То есть Как обычно После выхода Из зимы Ранней весной Мы обрабатываем Ну делаем Да Фунгицидную защиту И септориозную Нагрузку Можно снять Ну что касается Фузариоза Сорт Средневосприимчив То есть Он допускается По кукурузе На зерно Но не рекомендуется Потому что Все таки Если будет Инфекционная нагрузка В этом году Она у нас есть То есть Здесь нужно будет И больше фунгицидных Больше фунгицидных Защит сделать На этом сорте Чтобы все таки Как то Его Сохранить Но здесь По визуальному Я вижу Что сорт Достаточно чистый В плане И листик у нас Чистый Мучнистая роса Да Но Мучнистую росу В принципе Тоже у нас Фунгициды Можно сдерживать Но этот год И для мучнистой росы Положительно влияет На ее развитие Поэтому все сорта У нас на нижних ярусах Мы видим Это заболевание Следующий сорт Классика Тоже Достаточно недавно Районирован С 2021 года Сразу скажу Всем интересно Почему В наших методичках Вы не пишете Родословную И все такое От кого И как он получился Но могу сказать Что сорт Выводится не один Не два И даже не пять лет Порядка Двадцати лет Иногда занимает Выведение Нового сорта То есть Селекционный материал Ведется Очень много лет И чтобы Описать Всех родителей Все схемы Скрещивания Которые были Это достаточно сложно Сколько там было Возвратных Скрещиваний Бекрасирования То есть Много Но вот Одним из родителей Этого сорта Был сорт Этнос Может быть Кто-то знает Кто-то выращивал Сорт Этнос Сейчас его Пассивные площади Конечно сократились Но на смену Того сорта Пришел сорт Классика Единственное По высоте растений Он чуть-чуть Будет выже Но тоже Среднерослый Более 105-110 Сантиметров По высоте Среднеспелый По степени Созревания Очень высоко Зимоморозостойки Поэтому районирован Не только в Северном Кавказе Но нижневолжском Средневолжском Регионах По степени Созревания Как я сказала Среднеспелый Сорт Вот подошли мы К сорту Который Устойчив К кузариозу Колоса Если кто-то Помнит Этнос То там уже У нас посев Был запрещен По кукурузе На зерно Здесь сорт Устойчив Поэтому Если у вас Предшественник Кузариоза Опасный Это в частности Кукуруза Либо поздно Убираемый Предшественник Такой как Сахарная Свекла Этот сорт Рекомендован Для таких Предшественников Норма высева Тоже 3,5-4 миллиона Схожих семян На гектар Если мы Несколько запас То есть Поздние у нас Сроки сева Поздно убираемый Предшественник Здесь мы можем Норму увеличить Что касается Этого сорта Хотелось бы Отметить Что сейчас Не то что Модно Но в каком-то Плане Такая тенденция Экологического Земледелия И у нас есть Спектр сортов Которые предназначены Для экологического Земледелия И вот как раз таки Сорт Классика Предназначен Что такое Экологическое Земледелие Это метод Выращивания Культуры В частности Пшеницы Без Пестицидных Защит И сорта Которые требуют В себе Меньшей Дозировки Азота Вот классика То есть Он Делает Конкуренцию Если например Мы говорим О сорных Растениях То есть Конкуренция Очень большая Создается И он угнетает Нашу сорную Растительность И по Заболеваемости Как я сказала Это к фузариозу Сорт устойчив Средний восприемщик К перинафории И к септории Но мы Вот сейчас Даже на краю Стоим Да я думаю Дальше пройдем Мы увидим Что достаточно Чисто у нас Будет растение Здесь применены фунгицидные Но если вдруг Сложились так условия Что фунгицидок не было Либо вы действительно Занимаетесь Экологическим земледелием То пожалуйста Сорт предназначен Именно для этого Метода выращивания Кто помнит Сорт этнос Они визуально В каком-то плане Похожи Вот это Веретиновидный Колос С определенным Оттеночком От сорта Зимницы Несколько здесь Зяна Зимница в свое время Тоже это был Самый Высокозимо-морозостойкий Сорт Вот пожалуйста Сорт этнос Вообще Предназначен Для среднего И даже бедного Аграфона То есть на высоком Аграфоне По лучшим предшественникам Лучше его Не высевать Потому что Биомасса наберет Высота растений Будет у вас Выше чем Скажем так Обычно Может прилечь Где-то Поэтому рекомендую Именно для среднего Аграфона По пропашенным Предшественникам Либо даже для бедного Где у вас Есть участки Какой-то С почвы С щелочной Подкисленно Либо Что-то Засоление Какое-то У вас Убьется Есть Вымочки Какие-то Неугодия Какие-то Вот Пожалуйста Этот сорт Вам подойдет Именно для Такого Уровня Аграфона Свою урожайность Потенциал Тоже высокий У него Сорта Свою урожайность Берет За счет Массы Тысячи Зерен И крупности Колоса Если На Ахмате Я сказала Сорт Сильно Огустящийся К уборке Тысячу Колосев 800 И тысяча Колосев Даже более Здесь Мы работаем На крупность Колоса То есть По сорту Типа Юки Классика Крупность Колоса Вследствие Массы Тысячи Зерен Здесь Загущение Тоже Как я сказала Не нужно Вот пропашники Пожалуйста Для него Самый Скажем так Лучший Предшественник Итак Следующий Сорт Яланчик Новиночка Вроде бы Да Как С 2022 Года Сорт Прошел Все Государственное Сортоиспытание И районирован Районирован В Северокавказском Нижневолжском Средневолжском Регионе Ранеспелочка Это его Преимущество Достаточно Мощно Он Вошел В производство И по Заключению Россельхозцентра В 2022 Вошел В десятку Лидеров Сортов По высеваемым Площадям Российской Федерации То есть Входят Тимирязевка 150 Таня Гром Гром Входит И вот Еланчик За столь Краткое Время Площади Уже Свои Поднабрал Сорт Относится К группе Краткостебельных Среднерослых Сортов По высоте То есть 90 105 Сантиметра По степени Созревания Раннеспелочка То есть Где-то Порядка Недели Может Доходить До Разницы По созреванию С Громом Преимущество Эта сорта Заключается В том Что Сорт Обладает Высокой Зимой Морозостойкостью Причем В основном Ну не в основном А у позднячков Есть такая Тенденция Что они Достаточно Туго Выходят Из зимовки Вот новые Сорта Агрофак 100 Миг Допустим Весной Все начинают Расти А они Будут сидеть Уже Звонят Что случилось Что-то Может быть Семенами Болеет Нет Не болеет Просто Сумма Активных Температур Набирает Положительных Температур Набирает Не так Активно И еланчик До колошения Будет вести себя Как позднячок То есть Если в апреле Месяце А в этом году У нас Такое было Что в апреле Месяц На пасху Например У нас Были понижения Температуры И в воздухе У нас было Минус Два с половиной Градуса И вот Такие Сорта Ранеспелые Ультра Скороспелые Могли повреждаться От Вот этих Наших Возвратных Заморозков Потому что У них уже Регенеративная Фаза Полным Делом Полным Ходом Трубка Идет И вот Наши Закладывались Колос Колосочки Могли пострадать Но еланчик Все эти дела Пересидит И В период Колошения Будет Быстрее набирать Сумма Активных Температур И тоже Подойдет К уборке Раньше всего По Фузариозу Колоса Сорт Средний То есть Допускается По кукурузе На зерно Но лучше Исключить Потому что Видите И биомасса Достаточно Мощная Аграфитоциноз Формирует Достаточно Плотный Инфекция Может там У нас Присутствовать Колос Крупный И вот Таким Крупным Колосиком Все таки У нас Инфекция Может В большей Степени Прилипнуть Сорт Рекомендован Именно Для Всех Уровней Аграфона Начиная От Аграфона Где Азота Недостаточно Пропашники Поздно Убираемые Наши Предшественники Только Нужно Регулировать Норму Высева Если Это У нас Высокий Аграфон Как Здесь По Чечевице Вроде И посели Немного Порядка Трех Миллионов Но Вы Видите Что Биомасса Настолько Мощная И Уровень Аграфона Сыграл И Подкормки Сформировал Мощную Биомассу И Сорт Естественно Прилег Поэтому Не нужно Сорт Загущать Он любит Пониженный Не то что Зерна Это Сильная Пшеничка По степени Созревания Это одно Из преимуществ Потому что Зачастую Берут Именно Его Не только Как Массово Сеять Но и Для Всех Своих Полей Для того Чтобы Обкосы Сделать В начале Уборки Чтобы Потом У нас Поле В лучшей Степени Продувалось Ну и Созревание Проходило Должным Образом Все Следующий Сорт Шарм Райнирован С 2021 Года По высоте Растения Краткостебельный Среднеспелый По степени Созревания Сорт Восприимчик Фазариоза Колоса Поэтому Здесь Мы точно Кукурузу На зерно Исключаем Но Сорт Предназначен Для наших Пропашников В частности В том Вернее В том числе Для поздно Убираемых Сорт Рекомендован Для Поздних Сроков Не то что Рекомендован Конечно В оптимальный Было бы лучше Но если Если у вас Есть Поздно Убираемый Предшественник Например С подсолнечником Вы не успевали Либо Сахарная Свекла Но тоже Как бы Лучше Исключить То сорт Именно Рекомендован Для таких Предшественников По Качеству Зерна Это Сильная Пшеница Масса Тысячи Зерен Очень высокая Более 45 То есть Крупный Колос Формирует Крупное Зерно Для Пропашников По Листовым Заболеваниям Перинафороз Септориоз Восприимчив Поэтому В ранние Фазы Развития То есть Рано весной Стоит Предохранить Этот сорту От Септориоза Чтобы он У нас Выше Не поднимался Норма высева У нас Если запаздываем Со сроки До 5 миллионов Можно увеличивать И вообще Даже Сорт Толерантен К загущению Если Забаграт Допустим Я сказала Что Или Байланчик Не любят Загущение То здесь Загущение Выносит Конкуренцию Никакую Не создается Колос Все равно У нас Формируется Достаточно Плотненький Поэтому 5-5,5 миллионов Этот сорт Прекрасно Вас Выдержит Сорт Также Не слишком Любит Азотные Подкормки То есть Закармливать Этот сорт Не надо Иначе Все у нас Удет В биомассу То есть В листовую поверхность Поэтому С азотом Поаккуратнее Ну и Предохранять От фузариоза Делать Фунгицидные Защиты Что касается Сорта Безостая 100 Райнирован Между прочим В один год С Алексеевичем Это 19-й год Сорт Не только В северокавказском Регионе Но и Нижний Волжский Средний Волжский Регион Также Прекрасно Подходят Для Выращивания По высоте Растений Сорт Среднерослый То есть 105-110 Сантиметров Вообще Сорт Устойчив К Полигане Но здесь Все-таки Норма высева Высокий Уровень Аграфона Тем более Обилие Осадков Которые В этом году Все-таки Присутствуют Несколько Положили Нашу Пшеничку По степени Созревания Сорт Раннеспелый Если Сравнивать С громом То будет Пораньше Подходить По качеству Зерна Сильная Пшеница Прекрасный Хлеб Получается Белка Формирует До 15 Клейковины До 30 Сорт Предназначен Для Рекомендован И предназначен Для фузариоза Опасного Предшественника Такой как Кукуруза На зерно И для Колосового Предшественника В генотипе Этого сорта Есть Активный Ген Ржи Это Толерантность К корневым Прикорневым Гнилям Поэтому Колосовой Предшественник Для этого сорта Именно Рекомендованы Точно так же Сорт для Апсива Прекрасно Подойдет По норме Высева Сеем его В оптимальные Сроки На среднем И бедном Агрофоне Высокий Фон Для сорта Тоже не Особо Рекомендован Потому что И биомассы Может Поднабрать И прилечь Где-то Поэтому Не загущаем Этот сорт На высоком Если все-таки Агрофоне На пропорчных Предшественниках Норма Высева Начинаем 4-5 миллионов Схожих семян На гектар Прекрасно Себя чувствуют На подсолнечник Как я сказала Уже Кукуруза На зерно Потому что Не накапливает Себе Достаточно Вот эти Микотоксины Которые В дальнейшем У нас Зерно Продовольствия Никуда Не подойдет То есть Устойчивость И вот Если говорить О экологическом Земледелии То есть Один из сортов В линейке Да Тех сортов Вот пожалуйста Безосту 100 Можно Выращивать По листовым болезням Тоже сорт Устойчивость Имеет буроржавчины Средневосприимчив К желтой ржавчины Но Эти заболевания Не особо Часто Можно Скажем так Столкнуться Конечно Погода может Да Спровоцировать Но если Должным образом Вы делаете Защиту Фунгицидную То От Буроржавчины Не пострадает А даже Если она Буроржавчина Нападет То Урожайность В меньшей степени Будет снижаться Нежели Чем Как у Других сортов Вот гром Например Обязательно Нужно защищать Буроржавчины Потому что Сорт Восприимчив И Урожайность Конечно Может у нас Упасть Средний Бедный Аграфон И следующий Сорт Тимирязевка Тимирязевка 150 Тимирязевка Несколько Буроржавчина Буроржавчина Устой Устойчивость Высокая Уровням Аграфона Любит и пропашники И высокий Аграфон И Низкий Аграфон Кукуруза Пойдет Для колоссового Предшествия Точно так же Прекрасно Подойдет Ну норма высева Норма высева Начинаем От 3,5 миллиона Схожих семян На гектар Сеем В оптимальной Сроке Сева Северная 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 walking элемент Хем Lamb